Всем привет, кто на карантине, а это собственно все, потому что, ого, 14 числа не сняли. Так что мы снова обсуждаем новости и в этот раз попробуем без коронавируса. Получится у нас? Нет, но вдруг получится, кто его знает. Так что без лишних слов, Снегер Ньюс на ТВК, погнали вперед, бум! Сая на Шушенскую ГЭС украсили гигантской надписью Россия, а то ведь непонятно где, да? Всегда же заезжаешь на ГЭС, такой, ну Европа, что ж это паспорта на въезде не проверяют, да? Вообще зря я начал с клеш, потому что эта надпись, это самое большое граффити в России и одно из самых больших граффити в мире. Не граффити, а граффити, да, спасибо Витя из вселенной, где ты знаешь русский язык, вот. Но, знаете, тяжело, тяжело осознавать, что с Бродским, значит, граффити, граффити, это вандализм, а вот это вот, собственно, искусство. Но тут есть одна скрытая деталь, которая была незамечена и, собственно, допущена ошибка. Нет, не в слове Россия, там сложно допустить ошибку. И о том, что вы показали, что на Сая на Шушенской ГЭС можно рисовать граффити. А как мы знаем из, собственно, правил жизни, если где-то что-то красиво нарисовано, то совсем скоро там появится слово. Самое большое в России, да? А еще у нас крест 47-метровый. А такой вопрос, а мы с кем-то соревнуемся? Есть какое-то негласное соревнование, у кого что-то самое большое? Или это здоровское напоминание о том, где мы живем? Но мне кажется, нам и так не надо напоминать, что мы живем в России, да еще и в православной. Я очень боюсь, что это зайдет слишком далеко и в некоторых городах появятся огромные буквы, знаете, Россия, чтобы как на глобусе было. Вообще зря я разбухтелся, да, потому что, ну, от отрасли энергетики классный подарок для жителей Саяна-Шушенского мира. Вот, и, собственно, и Красноярск не остался без внимания нам от мира энергетики, от отрасли тоже есть подарок. С 1 июля электричество станет дороже. Вот, с днем рождения, с новым годом. Спасибо большое, будем платить. Красноярка пыталась обмануть полицию, чтобы избежать ссоры с мужем. Мне кажется, очень странная семья такая. Пока полицейского не обыграешь в карты, домой вообще не приходи. Ой, блин, или там ситуация хуже намного может быть? Типа так, сейчас ты идешь в отделение и всем доказываешь, что твои синяки это результат того, что ты упала с дивана на коллекцию кастетов, которые я расстелил прямо под диваном. Если ты этого не сделаешь, то дома ты опять упадешь с дивана, но на коллекцию бейсбольных бит. На самом деле, вот как было. Красноярка выпивала в кафе, сильно хорошо выпивала, потеряла драгоценности, украшения и смартфон. Но, чтобы не ссориться с мужем, она сказала, что напал человек с ножом, ограбил, все, вот. Муж вызвал полицию, полиция приехала, начала разбирательство, и человека с ножом не оказалось. И Красноярку вводят под суд, потому что ложный донос. И мне от этого кажется, от всей ситуации, что ложный донос, как статья, был придуман, потому что если полицейский выехал на задержание, кого-нибудь он дозадержит. Ну, или с другой стороны, возможно, полицейские были добрыми людьми, возможно, нет, они добрые люди, естественно, потому что она потеряла украшения, и они ей просто возместили. Ну, подарили браслеты, ну, какие были. Ситуация в целом говорит вот о чем. Если врешь, то ври до конца, не останавливайся на полпути. Видишь, что муж вызывает копов, позвони бывшему, попроси срочно принести нож к твоему подъезду. Потому что бывший и так козел, так ему и надо, собственно, да. Или наоборот, можно есть второй вариант. Врите так, чтобы не привлекать полицию. Любые идеи, инопланетяне, или вот скажите, что к вам подошел терминатор, и потребовал вашу одежду и мотоцикл. А вы сказали, что у вас одежда из фикс-прайса, мотоцикл явый, терминатор сказал, давай, что есть, вот. Типа, мы в это поверим, потому что мы, мужики, любим терминаторы. Как вывод, вот, не страшно потерять смартфон, а страшно потерять доверие. Да, за меня выводы пишет девушка. Но вывод-то хороший, так что за это ей спасибо. А мы идем дальше. Угрожавших подкинуть наркоту росгвардейцев записали на видео. Ну, а в чем новость? Типа, что-то новое произошло? Что у нас росгвардейцы, не знаю, вампиры или призраки, что их на видео записать нельзя? Если так, то, о, какая теория. Смотрите. Раньше, чтобы, ну, вот вам заметка, лайфхак новый, смотрите. Раньше, чтобы, ну, с вампиром бороться, нужен был осиновый кол, а его фиг найдешь, да? А пластиковый стаканчик всегда под рукой. И, судя по последним событиям, это на них очень сильно действует, и они этого боятся. На моем любимом сайте ТВК есть видео, собственно, как все происходит. Я вам перескажу. Мужчина в Москве слушал музыку днем. Это не понравилось его пожилой соседке. Она вызвала полицию, но пришли росгвардейцы. Потому что мужчина, видимо, слушал гимн России, а росгвардейцы такое любят, это их привлекает. Вот. И, собственно, сотрудники Росгвардии начали угрожать, чтобы подкинуть наркотики. Я подумал, это отвратительный метод запугивания. Потому что я знаю кучу людей, которые живут в Москве, которые на угрозу... Я сейчас тебе наркотики подкину, скажут, давай, ну вот. Типа, они относятся к этому, что росгвардейцы пришли, говорят, слушай, ты музыку слушаешь? На тебе вещества, потанцуй еще, что ты не двигаешься? Потом поворачиваются в камеру, говорят, мы сделаем все для того, чтобы ваша самоизоляция проходила идеально, и чтобы музыка была всегда хорошей. В силовом ведомстве еще не прокомментировали ситуацию, но, включая дар предсказателей, я могу предсказывать, ответ будет буквально такой, что росгвардеец предлагал подкинуть наркотики буквально, то есть вверх, опа, наркотики, хотите оружие подкинем, опа, опа, жонглируем теперь. И этим самым они объяснят эту комнату. Грязевые ванны. Красноярцы присылают фото мутной воды из-под крана. Ну, зато теперь можно узнать точно, откуда вода. Смотрите, если горит, то из Норильска, вот, можно в бензобак заливать. Если не горит, то, ну, не знаю откуда. Да, не очень точно удалось узнать, но точно можно узнать одно. Не надо сейчас спать в ванне. Я знаю, о чем говорю. Я, возможно, недалекого ума человек, но каждый раз, когда я вижу такую воду из-под крана, я начинаю искать новости о том, что взорвался завод Кока-Колы. Ну, я искренне надеюсь, я даже всегда пробую водичку, так... Какая-то странная на вкус, наверное, ванильная, да, вот. Хотя, с другой стороны, я подумал, что если вы сами дома делали сантехнику, и вот вы сходили в туалет и пошли мыть руки, то у вас может возникнуть мысль, что вы вообще неправильно подцепили трубы. Вы стоите и думаете, так, пу-пу-пу. Но, по-моему, я экономлю, да? Но лучше с этим разобраться. В СГК, что бы это ни было, пояснили, что мутная вода – это результат обильных осадков, и от этого становится немножко грустно, потому что 2020 год до нашей эры, дождь идет, люди моются. 2020 год нашей эры, дождь идет, и поклонников фестиваля нашествия становится только больше. Есть здравая идея, я хотел бы предложить, чтобы все вот эти водоканальные компании, не знаю, какие там, как оно все устроено, но все, чтобы построили водоочистительную базу в зеленой роще, потому что местные жители сделают из всего мутное все четкое. Но есть вероятность, что вода будет в спортивном костюме, но это лучше, чем грязь. Строительство красноярского метро откладывается из-за пандемии коронавируса. Ого! Ставь лайк, если ты не знал, что у нас 25 лет пандемии коронавируса. Вот дела дожили-то, а? Уважаемые метростроители, признайтесь, что метро строится не потому, что у нас коронавирус или Пасха. Просто скажите, ну не умеем мы строить метро. Раньше мы думали, что все, отлично, просто копаем дыры, пускаем поезда. Если бы вы закопали вагон, а он не едет. Просто признайтесь, мы вас простим. Я не то чтобы, знаете, ну, я прям, мне нужно метро. Я, ей-богу, его построят, я на нем ездить не буду, я просто хочу метро. Вы обещали, вот я как ребенок, вот вы обещались, дайте нам метро. Я сыт по горло вашими уловками, потому что, смотрите, вы построили магазин метро, да? Не считается, это все еще не метро. Хорошая попытка, да, прикольно, на Каламбуре, но нет. Просто мы с моей особыми, мы большие фанаты серии игр метро 2033. Если у вас есть свободное время, поиграйте, это про постапокалипсис. И мне уже кажется, что у нас метро в этом году и построят в 2033, да? Только мы там будем не ездить, а, собственно, жить, ну вот. И воздух будет такой, в метро печенеги нас не найдут, потому что, ну, печенеги, это же страх номер один у россиян. Либо страх у россиянина номер один. Я искренне не понимаю, как в городе, в котором есть идеальная, безупречная железная дорога, я про то, что в Центральном парке находится, потому что не коррумпировано, чистое, никто не хамит, идеально. Мы не можем построить такую же, но под землей. Я не понимаю, ну, просто в чем проблема? Ну, вообще, новость такая, метро в этом году не будет, ха-ха, удивили. Но мы просто будем ждать, когда нам снова пообещают, что нас всех загонят под землю. Жители поселка под Красноярском не могут попасть домой из-за блоков на дороге. Вот, напомню, что наш город закрывали, ну вот, на 3 июня всякие эти пропускные, короче, все сняли. Но блоки из дороги не убрали, и я подумал, возможно, возможно, это программа Путина по переселению людей из сел в большие города. Но, правда, весьма радикальная. Все же выглядит логично, чтобы люди не жили в деревнях, нужно запретить деревни, это же очевидно. Хотя есть одна пугающая тенденция в нашем городе, что если что-то надолго закрывают, то по традиции через некоторое время там появляется пятерочка. Я надеюсь, селом не так же, а то ты приезжаешь домой, а вместо дома у тебя отдел с кошачьим наполнителем, и все просрочено. Хотя, с другой стороны, не самое радикальное решение бетонные блоки, потому что, зная правительство, могли посадить львов, вот, чтобы, ну, прям вообще никто туда не заезжал. Если смотреть со стороны психологии, то можно найти небольшой плюс, потому что это выход из зоны комфорта, это побуждает к действию, ну, к какому действию? К изобретению летающих машин. Собственно, так и разработки появляются. Но если вы энтузиаст и уже близки к созданию Делориана, то, пожалуйста, не надо, потому что, вроде бы как, воздушное пространство на Красноярском все еще закрыто, и вы можете с легкостью налететь на штраф. Такая была у нас неделя. Хорошая или плохая, решать вам, но зато мы знаем, где граффити и как это произносится, так что плюсы есть у всего. А вы были отличной публикой, до новых встреч, надеюсь, они будут скоро, и следующая неделя будет лучше. Все, пока, я устал, я ухожу.